Северный олень-иртыш от таких морозов приходит в восторг. В его среде обитания нормальная температура минус 40, а минус 20 это так повеяло прохладой. Довольная погодой семья Зубров вышла на прогулку. Муза недавно стала мамой и постоянно кормит сына, Зубрёнка Мурзу. Чувствует себя хорошо и щита верблюдов. Двугорбом что холод, что жара. Они обросли густой шерстью и низких температур не боятся. Единственное рискует поправиться из-за морозов в зоопарке, расширили рацион и увеличили порции. Главное, чтобы их побольше кормили, потому что зимой мы всегда увеличиваем рацион питания наших питомцев где-то на четверть. Что касается копытных, то зимой им не даются сочные корма, потому что они очень быстро замерзают. А в рационе становится больше сена, зерновых, комбинированных кормов. Из-за аномально низких температур в зоопарке даже отменили празднование Дня Сурка. По легенде, 2 февраля при выходе из домика, если зверек увидит свою тень и ее испугается, то зима затянется надолго. Но в этом году нижегородцы остались без прогноза от сурка-метеоролога Олеси. Звездный час сурка Олеси сегодня не состоялся. Она находится во внутренних помещениях зоопарка, в тепле. Для предсказания выносить на улицу ее не стали. Такие морозы опасны для ее здоровья. А это шевелится кролик. Для него сено спасения от холода и удовольствия от скуки можно пошуршать. У амурского тигра Эмира усы в инии. Но такая погода для самой крупной кошки в мире оптимальна. Впрочем, если замерзнет, погреется в своем домике. Там прячется от холодов подружка Эмира, тигрица Амура. И только тропические животные не почувствовали мороза. В жилище птицы приматов плюс 28. У гиббона Мишеля, как всегда, хорошее настроение. Он крутит сальто, как солнышко. Может, это и есть предсказание скорой весны? Ксения Доринова, Михаил Городников. Объективно. ННТВ.